всем привет друзья с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о кресле от компании рант модель называется matrix и знаете чем мне нравится этот бренд ну как и многие похожие бренды сейчас из-за того что экономическая ситуация у нас в стране очень очень не очень соответственно людей доходы падают но все равно мы хотим купить ребенку хорошее кресло как бы там не было даже если нам тяжело мы всегда это хотим сделать вот и ранг например с этой моделью предлагает нам универсальное кресло категории 0123 с рождения до 12 лет очень приличного качества за минимум денег ссылку на него я добавлю в описании на мир автокресел внизу пройдите посмотрите после обзора зайдите уже у вас будет картина ясно что это такое за кресло вот это тот случай когда цена качество безопасность идеальнейшее соотношение потому что стоит недорого сделано хорошо оно прошло испытание получила европейскую сертификацию 4404 соответственно ребенка доверять можно вот и потратим при покупке маленькую сумму денег на самом деле на такой большой период времени она универсальная соответственно давайте разбираться что это за кресло такое смотрите категория 0 здесь включена с рождением поэтому смотрите что здесь для этого есть для маленького у нас здесь идет в комплекте очень хороший мягкий качественный вкладыш назовем вкладыш матрасик он действительно очень мягкий боковая фиксация сделана очень хорошо чтобы ребенок был хорошо зафиксирован и не болтался туда-сюда этот вкладыш нам нужен с рождения до приблизительно 9 месяцев до годика сколько мы будем против хода ехать вот на этот весь период этот вкладыш нам и понадобится потом он убирается это я вам то сейчас покажу сейчас давайте посмотрим как это кресло выглядит в установленном виде в группе 0 для этого нам нужно полностью его уложить здесь кстати максимально допустимый наклон я имею до лежачее положение при перевозке ребенка против хода движения здесь конечно не горизонтальное положение но близко к этому смотрите очень очень комфортно ребенку будет особенно в дальних поездочках в этом кресле вот в общем чтобы его установить здесь нет системы изофикс все делается с помощью ремня но благодаря вот системы на те же системы натяжения ремня крепится ну как вкопанное нам нужно вытащить полностью ремень просунуть его сюда вниз зацепился чуть-чуть ремешок вот так вот защелкиваем верхний ремень натягиваем чтобы прижать кресло получше опускаем здесь и вот с моей стороны вот я ремень верхней засовываю вот сюда в этот натяжитель после чего все это натягиваем и заворачиваю ремень вот сюда это нужно для того чтобы это как дополнительно верхнее крепление у кресла всегда должно быть крепление и снизу и сверху поэтому отсюда проводим вот сюда и она у нас здесь как будто его просто приклеили сюда и вот таким образом можно будет ставить и спереди на переднее сиденье единственно не забываем про подушки безопасности это момент очень важный вот собственно вот так мы едем против хода движения и можем ездить хоть до полутора лет если ребенок ну не если он в любом случае растет и когда у ребенка упираются сюда ноги в сиденье это не значит что все он вырос и он не помещается по мере роста ребенка ножки просто в коленях чуть больше сгинаются это не страшно это не проблема так должно быть и сразу перед сворачивать его по ходу движения не обязательно ездите до победного конца пока ребенок сам вам этого позволит дети просто не любят ездить против хода движения уже когда им там годик и неинтересно просто-напросто поэтому пока едет едите а ну минимум но минимум до 9 месяцев вот так вот нужно ездить после чего нам нужно развернуть это кресло потому что ребенок уже подрос вот таким образом и по ходу движения если вам вот этот вкладыш ребенка имею ввиду еще не мешает можете его оставить но если вы уже понимаете что ему тесновато вкладыш можно отсюда демонтировать ведь это очень легко делается так убрали вкладыш также под вкладышем у нас есть дополнительный вот такой вот второй вкладыш который делает положение ребенка спины его более горизонтально и соответственно его нужно убрать тоже но некоторые берут просто убирают вот этот вкладыш и пока еще оставляют вот этот тут уже по желанию как вам хочется собственно вот ребенок когда уже подрос мы развернули кресло и теперь нам нужно ехать в сидячем положении лежачих положений больше по ходу движения когда ребенок едет не бывает так ездить нельзя и у нас здесь на кресле вот один два три три положения есть для наклона сейчас я поставлю вот это это максимальный наклон по ходу движения и поверьте мне это хороший наклон есть кресло который еще больше сидячий в максимально наклоненном положении в дальней дороге вполне себе комфортно ребенка будет ехать в этом кресле причем нужно очень широкая просторная вот по посадке мы уже померили детей сюда и недовольных я не видел и мне самому тоже понравилось как сидит ребенок еще держим в голове цену очень недорогое кресло и очень даже качественно за свои деньги она поконкурирует с креслами которые полтора раза дороже я думаю даже смело так все дальше у нас ребенок также эти точными ремнями пристегивается и давайте покажу как пристегнуть его к автомобилю процедура практически идентичная она практически ничем не отличается от того как мы уже ставили также прокидываем ремень все вот здесь вот натягиваем и опять же вот в этот направляющий мы просовываем ремешочек вот все и соответственно можно и еще раз провести здесь ремень это неплохо но можно и не проводить соответственно все она также в копано становится но не болтается ничего мы также можем регулировать наклон но обычно люди просто наклонили так и ездит потому что ребенок может любой момент уснуть и чтобы не тревожить его и соответственно в таком положении оставляют собственно по креплению здесь все элементарно все просто я считаю что система натяжения когда появилась это такая революция получается в крепление детских кресел и система изофикса стала не такой уж и обязательной потому что вот такой системы кресло ну смотрите она я могу вместе с этим кресло его поднять а когда на изофиксе все-таки это небольшие люфты есть какие-то звуки при этом издаются мне вот такая система нравится очень и учитывая стоимость она здесь есть это на самом деле очень круто так и кстати по мере роста ребенка естественно пока мы маленький он пристегиваем 5 точными ремнями когда ребенок вырастает ремни отсюда демонтируются и он пристегивается уже взрослым ремнем регулируется подголовки у нас вместе с ремнями этими но когда мы их демонтируем нам нужно пристегивать ребенка автомобильным ремнем уже как вот взрослого человека для этого вот в подголовнике есть специальные направляющие засовываем туда автомобильный ремень все так вот так в общем не обращайте мне что ремень перекручен здесь он просто завернулся вот вот так вот пристегивается ребенок из в кресле как взрослый человек пристегивается без кресла вот абсолютно идентичная ситуация но имейте в виду вот эти ремни нужно демонтировать когда ребенком будет рост 100 сантиметров потому что вот этот направляющий самом нижнем положении подголовника рассчитан под этот рост если ребенок будет ниже и вы снимете ремни ремень и кажется на горле это очень опасно поэтому не делайте так так собственно по креплению по креслу мы с вами все разобрались посадка как по мне тоже очень неплохая двух словах о тканях естественно она не какая-то там шелковая мега дорогая но опять же учитывая цену здесь очень неплохая приятно тактильно и мягкая ткань и вот такая ткань чем она мне еще нравится она достаточно долго не теряет товарный вид и не не образуется таки скатышки зацепки вот она живучи в этом отношении поэтому долго будет и красиво жить собственно все всю информацию которую я хотел вам донести я вам донес если хотите недорого качественно и безопасно купить кресло и универсальное с самого рождения и купили забыли это очень-очень годный вариант на самом деле потому что цена внизу в описании вы посмотрите действительно недорого вот поэтому я обязательно рекомендую обратите на него внимание если вы ищете не хотели вы не хотите переплачивать там за какие-то бренды за имена каких-то других кресел тоже очень-очень годный вариант собственно все я лишь хочу пожелать вам выбрать хороший грамотный выбор сделать кресло для вашего ребенка а вы свою очередь если обзор понравился ставьте лайк подпишитесь на канал это помогает развитию канала вот ну и вам удачи на дорогах всего добра